Меня зовут Светлана, у меня такой вопрос. 20 лет у меня не дышит нос. С детства практически, сколько я себя помню. У меня он все время закрытый. Социум говорит, у тебя гайморит, у тебя, наверное, там операцию надо делать, у тебя аллергия. И 20 лет я вот хожу в таком состоянии. Он то открывается, то закрывается. Я не знаю, что... В смысле, у тебя есть просветы, когда ты дышишь хорошо? Да, вот смотрите, сейчас вот я начала говорить, он был закрытый, я к вам пришла. Когда вы вышли, начали общаться с аудиторией, он начал открываться. И вот оно происходит вот так. Круто. Вот сейчас он дышит. Довольно через несколько секунд он может закрыться. То есть полностью. Ты сейчас подыши, подожди. Вот просто на многих практиках нужно дышать через нос. То есть, допустим, йога, я не могу делать практики, потому что у меня нос практически все время закрыт. Сейчас открылся? Сейчас открылся. Вот подыши давай. Вот стой, дыши глубоко. Кто еще вопрос задал? Можно? Вдох. Получается, тоже это психосоматика. А? Психосоматика. Ага. Я вот заметила, что года два-три тому назад, когда я стала усиленно заниматься энергетическими практиками, хотя я до этого, конечно, очень долго интересовалась, чуть ли не со студенческих лет, у меня стала болеть спина, поясница. Причем и лечилась, и по МРТ, и у меня там позвоночник нормальный, все нормально. Я лечусь, и он постепенно сам отходит. Потом проходит год, опять. Я знаю, что спина связана с поддержкой. В принципе, у меня, слава богу, все нормально. Дети есть, муж, есть на кого опереться. Но вот, видимо, что-то такое во мне сидит. И вот я еще вспомнила, девушка сказала, у меня пропало обоняние тоже. Это тоже несколько лет тому назад. И вот, видимо, какие-то блоки у меня выходят, что я начинаю понимать, что наше тело, сознание, разум, все это связано. Смотри. Какие-то ноющие боли. И вот не прекращаются. Смотрите, спина. Немножко пробегусь по спине, потому что спина болит практически у всех. Я не видел ни одной спины, которая была бы нормальной. Вернее, две видел. Больше не видел. У всех болит спина. Это, знаешь, смотри, она может болеть, но ты ее не замечаешь пока, потому что у тебя эластичное пока тело, относительно молода пока, этот еще, этот. Но ровной спины я всего видел две за семь лет. Поясница. Секс и деньги. Либо нехватка, либо избыток. Грудной отдел. Перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого. Это болит, вот если вы отсюда проведете сюда проекцию, то это где-то вот здесь. Это когда ты берешь и говоришь, теперь за мое счастье отвечаешь ты. Да? И все. И как ты считаешь, как ты, милый. Как ты считаешь, так и я считаю. То есть человек, который не готов принимать вообще никакой ответственности, болит вот здесь. Или когда ты начинаешь кого-то обвинять, но не себя. Тоже вот сюда. Вот это, это высокая нагрузка, это утомляемость раз, это гиперответственность два, это чужие проблемы три. И это вот все вот шея. Обоняние. Когда ты перестаешь чувствовать вкусы, это отсутствие... Это тогда, в общем, это тогда, когда ты не чувствуешь вкус жизни. Это тогда, когда жить стало вдруг почему-то неинтересно. Это тогда, когда покупаешь шарики, и они не радуют. Да? То есть, и поэтому ты кушаешь, и не вкус... Ну, вообще никак. Такое бывает очень редко, но оно все равно присутствует. Это то же самое. Хочешь сказать, что ты не можешь... А кушаешь, и ты не чувствуешь? Сейчас, сейчас. А вы знаете, что это нос? Нет, в смысле, за обоняние отвечает нос. И за вкус еды отвечает нос. Если тебе нос закрыт, ты ничего не чувствуешь. Ты чувствуешь, потому что у тебя нос открыт. Еще раз меня услышали. Я не специалист уха, горла, нос. Но я в передачу в Discovery смотрел. Они не врут. Когда ты любому человеку перекроешь вот так нос, и он будет кушать, у него че яблоко, че картошка будут одинакового вкуса, никакого. И не знала ты? И когда нос перекрыт, ты не чувствуешь вкус еды, он пропадает. Если ты здесь не чувствуешь, но чувствуешь вкус еды, значит с носом еще все в порядке. И вопрос не в носе. Дыши глубже. Дышит? Вот дыши. А я с тобой поработаю, подыши, пройдет. Вкус жизни. Это нету радости, нету счастья, нету... Что бы ты ни делал, а тебе ничего не радует. Вот это вот вкус еды.